добрый день всем любителям важно бритья сегодня снимаю очередную распаковочку давайте посмотрим что у нас будет на этой распаковке значит я тут уже достал вот такую коробочку коробочка большая как мы видим достаточно она была вся замутана в скотчем и еще вот тут такой пакет лежал с информацией я ее уже предварительно надрезал чтобы не возиться и давайте просто будем из нее доставать как из волшебного ларца так но как мы видим присутствует некая упаковочная бумага пакетики я так понимаю что все запаковано тут убедимся что тут больше ничего нет у нас коробочка пустая отставим в стороночку и давайте смотреть что же к нам приехал так так вот осторожненько вот такой вот лосьончик после бритья шпайк авто шейф лошин веган шейф натур флэйш давайте давайте сначала все достанем потом будем открывать в стороночку отставляем дальше открываем дальше потихонечку вот такой вот лосьончик куорум 100 миллилитров чуть-чуть отсвечивает надо алкоголь 70 градусов такой должен быть хороший откладываем в стороночку так что то тут внутри сейчас так один флакончик и второй флакончик все целом убираем эту бумагу и что мы видим вот таких вот два флакончика авто шейф оригинал эудиколон 4711 эх кельн восса вот такой вот авто шейфик у нас будет так и дальше это аква вэла вот в таком исполнении williams ice blue давайте посмотрим на оборотную стороночку 100 миллилитров авто шейф williams ice blue так сейчас мы посмотрим пытаюсь найти страну производителя но тут не пишут ребят вот так вот вот так вот и давайте посмотрим что у нас в этих упаковочках куорум авто шейф смотрите какая красивая стекляшечка видите таким ромбом сделано да тут 100 миллилитров у нас производство сейчас посмотрим модель испания антонио пьюик как написано на коробочке давайте попробуем откроем так такой вот дозатор ну ребят аромат не знаете кому нравится такие ароматы классического плана много с шипром ну посмотрим более подробно он у нас будет на каком-нибудь из обзорчиках так давайте посмотрим что у нас дальше давайте попробуем шпайк 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 у меня не было никогда вот такой вот лосьончик тут еще бумажка какая-то натур косметик как бы чем и славится да шпайк видите будете пользоваться шпайком будете так же вот хорошо выглядеть как товарищи вот мы видим какие у них есть линейки шпайк то есть это у нас вот линейка шпайк мэн а есть еще серая шпайк мэн актив вот ну тут все на письма все написано расписано но ребят на английском языке насколько я понимаю их даже нет вверху не на немецком где-то что-то дублируется на английском но не все так в коробочке в коробочке больше ничего нету это нам не особо интересно так сейчас посмотрим вот такой вот дозатор сейчас ребят попробуем на аромат знаете что-то что-то знакомое очень напоминает мне у меня был одеколон 4711 в большой бутылочке вот очень он мне его напоминает этот шпайк давайте сейчас тогда сразу сравним с этим с этим автошейвом если вот этот фуфырик именно автошейв то там был именно одеколон такой высокой бутылочки ну да приблизительно одинаковые как это сказать базовые ноты шпайк знаете чуть помягче шпайк чуть помягче будет 4711 он чуть более резкий чуть более интенсивный запах так что можно сказать со шпайком братья-близнецы так и вот такая вот Аквавелла Уильямс Айсблю дозатор можно сказать что вообще практически нету крышечка на резьбе по аромату ребят по моему тут же сейчас мне конечно по моим ощущениям по первым может быть чуть более такой свежий запах нежели вот ну классический да Аквавелла ну так что все это будет ребят на обзорах и посмотрим так это что касается лосьончиков после бритья давайте их так вот отставим в стороночку коробочки еще ребят тут одна посылочка приехала я ее тоже уже вскрыл и тут у нас тоже интересная вещь байлип давайте посмотрим что это такое ну я думаю что уже многие догадываются а это станочек китайской компании байлип там ребят есть небольшая предыстория у всей этой темы если я найду ссылочку на нее я ее оставлю под под видео я просто очень сильно удивился когда увидел форму этой головы и многие на зарубежных формах пишут что она очень похожа на голову компании Вольфман опа вот видите будет фокус у нас четенький попробуем вот так вот такой же трехсуставной станочек фиксаторы лезвия также вот видите по краям находятся и вот такая вот плита у нас нижняя тут обозначений никаких нету тут тоже в принципе вот этот ромбик похож на джилеттек и верхняя крышка и нижняя плита очень это все смахивает на джилеттек который у меня тоже присутствует ну и где-то да где-то какие-то видны черты от Вольфмана или у Вольфмана от Байли или у Байли от Вольфмана ну короче ребята кто-то что-то у кого-то все-таки с этом позаимствовал будем так говорить ну и вот такая вот ручка вот такая вот ручка не очень цепкая вот здесь но достаточно такая увесистая голова легкая если есть желание мы сейчас это дело все взвесим вот что у нас еще есть в упаковочке упаковочки ребята кстати добротные вот и еще у нас здесь есть лезвие Байли что тут у нас здесь написано посмотрим а ну и то что сюда можно использовать лезвие засовывать с другой стороны да вот они у нас в таких фирменных упаковочках идут лезвие вернем назад не будем испытывать судьбу я думаю имя вот идет книжечка с описаниями ну как разобрать тут перевести в боевое положение так что ну ребят если есть на такие китайского поставьте на паузу прочитайте переведите и нам потом расскажите что здесь такого интересного так ну давайте ради интереса взвесим станочек все взвешивают на обзорах так будет ли видно вот так давайте весы включайтесь 0 грамм так 103 грамма весит станочек в сборе голова у нас будет значительно легче всего этого 26 да и так ручка ну 76 70 7 видите скачет чуть чуть вот так вот так что вот такой у нас ребят будет скоро станочек на обзоре посмотрим ну кстати качество изготовление достаточно таки неплохое посмотрим как будет вставать лезвие сюда и как все это дело будет брить так что ребят вот такие новиночки будут на канале всем спасибо за внимание и до новых встреч всего хорошего спасибо спасибо Продолжение следует...